Туберкулез 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 Медицина нынче для больных бесплатная, но за нее платит государство и чтобы расходовать выделенные средства с умом в Центре фтизиатрии придумали свое новшество. Организовали и на данном этапе весьма эффективно внедряем в нашу практику систему электронную по менеджменту противотуберкулезных препаратов. В чем ее суть? В режиме реального времени по всему Крыму мы будем видеть расходование дорогостоящих противотуберкулезных препаратов. Менеджер, находясь на одном сервере, будет четко регулировать и иметь возможность перераспределять эти препараты по потребности, видеть расходование их в режиме онлайн по каждому ТУП-кабинету Республики Крым, по каждому нашему подразделению. С учетом того, что эти препараты дорогостоящие, мы придем к экономической эффективности расходования, системного контроля, своевременного заказа. Система предполагает автоматически, определяет сроки годности, автоматически определяет потребность противотуберкулезных препаратов. То есть это тот шаг, который позволит нам в ближайшее время увеличить экономическую эффективность по расходованию противотуберкулезных препаратов. Кроме этого, положительные моменты коснутся капитальных ремонтов, которые уже начались. На них выделен 81 миллион рублей. Мы начали проводить ряд высокотехнологичных операций с коллегами. Мы просим коллег приехать с Санкт-Петербурга, с Москвы и достаточно успешно проводим ряд оперативных вмешательств на своей базе. На данном этапе мы начали проведение капитальных ремонтов на общую сумму 81 миллион рублей. Планируемое проведение капитальных ремонтов – это два корпуса в селе Пионерском и городская противотуберкулезная поликлиника в Симферополе на улице Богдана Хмельницкой, 18. Несмотря на то, что многие годы в туберкулезную службу деньги не вкладывались, в Республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии есть все необходимое, даже дорогостоящие фиброгастроскопы. В современном этапе лечения туберкулезных больных, лечения больных с заболеваниями другими органами дыхания, их диагностика, обследование полноценное невозможно без бронхоскопических методов. Для этого используется специальная эндоскопическая аппаратура – это гибкие и жесткие бронхоскопы. Вот здесь вы можете увидеть гибкий бронхоскоп, это фибробронхоскоп, он может подключаться к видеосистеме, и таким образом мы получаем возможность производить видеозапись исследования, когда мы производим эти процедуры больным. Не отстает клинический центр и с высокотехнологичным лечением, хотя иногда не обходится без помощи коллег с материковой России и их высококлассного современного оборудования. Так, например, в конце июня на полуострове провели уникальные для Крыма операции четырем пациентам. 25 июня впервые в Крыму на базе нашего учреждения были проведены четыре высокотехнологических операции по трансбронхиальной пункционной тонкоигольной биопсии внутригрудных лимфоузлов через ультразвуковой бронхоскоп. Если простым языком, то это взятие материала из внутригрудных лимфоузлов у пациентов с тяжелой гнеогностической ситуацией, когда другие методы исследования оказались бессильны. Эти пациенты стали перед трудным выбором. Либо им нужно обращаться к хирургам и выполнять диагностическую операцию, открытую, которая сопряжена с большой травматизацией, которая сопряжена с рисками для жизни. Либо же выполнить малотравматичную, малоинвазивную методику, как через бронхиальная пункционная биопсия. В таких процедурах в год нуждается не меньше двухсот человек, но пока, к сожалению, только своими силами делать подобные манипуляции наши врачи не могут. Эта методика требует определенной аппаратуры, определенных навыков и специального расходного инструмента. Для проведения этих операций мы пригласили из Москвы к нам эксперта, Глотова Алексея Александровича, который и провел эти операции у нас в Крыму. Операции прошли успешно, мы получили результаты. И мы показали свой интерес, свою готовность, свое стремление и возможность проведения этих операций в Крыму на сегодняшний день. Для того, чтобы мы могли в дальнейшем проводить такие вмешательства, конечно, необходима закупка аппаратуры, которая позволяет их производить. Нередко больных туберкулезом приходится оперировать, удаляя часть, а может и целая легкая. И даже в самых сложных, запущенных ситуациях врачи дают шанс на выздоровление. Главное – выполнять все назначения и рекомендации, рассказывает заведующий легочно-хирургическим отделением Валерий Борисович Максюта. Мы находимся в операционном легочно-хирургическом отделении, где за год выполняется более 300 оперативных вмешательств. В данной операционной выполняются полостные оперативные вмешательства по поводу туберкулеза легких, неспецифической патологии, онкопатологии. За год до 160-170 оперативных вмешательств. В зависимости от сложности оперативных вмешательств, от пораженности легких, выполняются оперативные вмешательства с частичной резекцией легких или полным удалением легких. Возрастная категория больных – это начиная с 14 лет и заканчивая до 86 лет больные. Чаще больные – это трудоспособного возраста, который болеет туберкулезом и нуждается в оперативном лечении туберкулеза. Операция в временном режиме – это от 40 минут и до 6 часов. Удаляются различные объемы легких, прогнозы при этом благоприятны, если проводится правильная предоперационная подготовка и правильное лечение того же туберкулеза в послеоперационном периоде. Если человек не бросает лечиться, а продолжает. Ну а теперь еще раз коротко расскажем о самом заболевании, о его симптомах и о том, что нужно делать, чтобы не заболеть. Туберкулез обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Считается, что именно здесь, в легочной системе, микобактерии себя чувствуют очень комфортно и могут успешно размножаться, убивая здоровые клетки ткани. В особую группу повышенного риска входят люди, имеющие контакт с больными. При этом наиболее опасен тесный семейный или производственный контакт с теми, кто выделяет при кашле с мокротой микобактерии туберкулеза. Группу повышенного риска также составляют пациенты с остаточными посттуберкулезными изменениями в легких. Лечение туберкулезное – это комплексный, безусловно, ряд комплексных мероприятий, начиная от амбулаторного звена. То есть задача общей лечебной сети по Республике Крым, и мы сейчас активно работаем с общей лечебной сетью, мы разрабатываем методические рекомендации для врачей, терапевтов общей практики, для того, чтобы они знали, что нужно сделать, на каком этапе, где обратить внимание на выявление туберкулеза. И задача общей лечебной сети – выявить туберкулез. Наша задача в дальнейшем его эффективно вылечить. И, безусловно, в комплекс лечебных мероприятий входит полностью обеспечение 100% всеми лекарственными препаратами. У нас сейчас все больные туберкулезом обеспечены на 100% как противотуберкулезными препаратами, так и препаратами общей группы, начиная от амбулаторного звена, заканчивая проведением высокотехнологичных операций. Следующее – это, безусловно, полноценное питание. Без полноценного питания, которое является определенным тем же лечебным фактором, вылечить туберкулез невозможно. И мы сейчас идем, о чем я говорил, по пути унифицированных подходов, системных подходов, к тому, чтобы всех больных туберкулезом по всей республике Крым мы кормили ориентировочно на 200-250 рублей в сутки. Симптомы заболевания могут напоминать множество других болезней. Это кашель, недомогание, субфибрильная температура 37 градусов. Именно поэтому врачи рекомендуют не ждать первых признаков, а регулярно проходить профосмотры и делать один раз в год флорографию. Именно она часто позволяет выявить заболевание на начальной стадии. Населению, конечно, необходимо не забывать о том, что они должны в свое время проходить профилактические осмотры, приходить к своим терапевтам по месту жительства, делать флорографические обследования. Если люди кашляют достаточно долгое время, если у них повышенная температура тела, потливость, они должны обратить на это внимание и обратиться к терапевту по месту жительства с указанными симптомами. Чем раньше мы сможем выявить симптомы туберкулеза и заболевания на начальных стадиях, тем легче его будет, начав в свое время наличить, добиться положительного результата, и тем здоровее наши кремчане будут. Каждый день на полуострове фиксируются 3, а иногда и 4 новых случая заражения туберкулезом. Поэтому будьте осторожны и, главное, бдительны. Уделяйте своему здоровью должное внимание, не находитесь в сомнительных местах, не забывайте о правилах личной гигиены, мойте чаще руки, проходите профосмотр, а в случае, если вас насторожил кашель или другие симптомы заболевания, обратитесь за консультацией к врачу. На этом у меня все. Желаю вам крепкого здоровья, берегите себя и своих детей. Увидимся!